ну что ж всем огромный привет я безумно рада видеть вас на своем канале и это строительство sims 4 я в привычной для себя среде за своим рабочим столом и наконец-то дома поэтому ролики сейчас возобновятся в нормальном формате но может быть к сентябрю станет чуть чаще выходить видосы не знаю посмотрим пока ничего не обещаю но в любом случае эту стройку я уже записывала дома за своим компьютером и о боже какой кайф сидеть за большим монитором монтировать за большим монитором они за маленьким как я делаю это в отпуске но в общем я дома все отлично продолжаем в том же духе сегодня пришла к вам со строительством домика для одинокого отца у меня сложилась для него некоторая история которую я вам сегодня расскажу мы с вами вместе посмотрим на строительство дома для коппердейла я все же пока еще имею внутри себя какой-то запал энергию на перестройку этого городка потому что он мне кажется безумно уютным и каким-то таким особенным что ли мне нравится цветокор в этом городе как падает солнышко как ложатся тени на все постройки и вообще как-то по-другому все играет и смотрится только единственное что я заметила тут беда со звуками природы почему-то они здесь очень приглушенные и тихие либо так было задумано и я зря критикую разработчиков в очередной раз либо это просто где-то какая-то ошибка маленькая потому что я даже когда записывала катсцены раньше допустим в любом базовом городке там звуки птиц шум ветра еще какие-то такие маленькие детали в звуках они слышны гораздо лучше что ли громче то здесь их еле-еле слышно приходится выкручивать громкость прям на максимум чтобы услышать приятные звуки природы птиц травы шум воды потому что ее здесь много короче приходится немножечко крутить звук целом в настройках в игре я ничего не крутила не меняла во всех остальных городах у меня звуки слышно отлично то в этом же чуть-чуть потише напишите если вы тоже заметили этот нюанс может быть конечно так и было задумано чтобы звуки сильно не отвлекали но меня они наоборот как-то не знаю расслабляют что ли я люблю слушать звуки природы в sims особенно в каких-то интересных городах типа сильвадорады там какие-то интересные звуки интересные птицы и вообще я люблю именно слушать какие-то интересные звуки я вам уже об этом рассказывала когда я снимаю кат-сцены и очень тщательно прислушиваюсь к звукам и мне нравится когда хорошие звуки попадают в кадр именно когда я снимаю потому что я знаю что они потом там и останутся в общем я слишком долго начинаю давайте заканчивать мое вступление присаживайтесь поудобнее обкладывайтесь вкусняхами по традиции и присоединяйтесь к просмотру и прослушиванию данного ролика как я уже сказал самом начале этот дом для одинокого отца но идея не была сразу таковой я не шла строить это дом сразу с мыслью о том что это будет дом для одинокого отца и . нет я вообще не понимала что из этого получится потому что я на самом деле последние дни в полнейшем ауте я до сих пор не могу прийти в себя после нашей поездки длительное время мы были за пределами дома конечно вот эта вся перестройка организма и в целом ощущение того что ты был где-то у моря там где тепло и вернулся как бы в свою обычную среду обитания она немножко знаете так голова не соображает и помимо этого еще куча домашних дел накопилось за время нашего отсутствия естественно по приезду нам нужно было все разобрать перестирать вещи и прочие там всякие домашние дела и я вот как вот мы приехали все я прямо вот знаете выпало меня нет вообще у меня нет сил ни на что я понимала что мне нужно успеть сделать какие-то домашние дела которые были первостепенными по приезду и еще заняться строительством и подготовиться к стриму что самое интересное потому что там нужно было очень много всего делать я перед отъездом этого не сделала потому что у меня не было дополнение разумеется и как бы все знаете так навалилось и я вот вчера сидела и думала о боже где взять сил честное слово я просто на последнем издыхании но я думаю сейчас немножко мой организм поймет что я дома все дела постепенно переделаются и наконец-то закончится хотя закончится наверное ни хрена не не закончится потому что дела есть всегда но хотя бы их станет чуть чуть поменьше именно таких вот важных важных первостепенных дел после отпуска вот но в любом случае надеюсь сейчас чуть-чуть станет полегче и я войду в нормальный режим рабочий потому что сейчас моя голова просто идет кругом и естественно в таком темпе я решила не браться за большой участок потому что понимала что не успею раз не осилю 2 у меня просто не хватит на него сил я подумала что лучше я сделаю маленький участок но немножечко посижу над ним и получше его детально проработаю изнутри в принципе так получилось я в большом кайфе строил этот дом не знаю почему просто как-то мне так понравился и планировкой и своей атмосферой и уютностью что ли даже несмотря на то что это домик для одинокого отца это не говорит о том что он какой-то некрасивый не уютный грязный или еще что то нет он приятный очень очень уютный вы поймете почему он такой когда я расскажу вам историю поэтому я взялась за маленький участок размером 20 на 15 он находится кстати я вот по районам еще не очень запомнила районы и точнее название районов этого города но вот как раз таки находится у вот этой пристани с колесом обозрения с этим парком аттракционов вот в этом райончике участок живописнейшие возле водички куча деревьев рядом вот эти вот проселочные дороги и вообще кайф полнейший участок шикарный с прекрасными видами из окна и даже несмотря на то что участок абсолютно небольшой у меня получилось разместить на этом участке довольно внушительный дом которым расположилось много разных комнат и две спальни и три санузла кстати даже влезло два из которых на втором этаже один на первом этаже всякие гардеробные комнаты кухня столовая гостиная рабочие зоны какие-то коридоры в общем очень много всего сюда влезла хотя изначально когда только только начинала за кадром там себе планировать я подумала блин маловато домик получается как бы в него влезло все то что я хочу в нем видеть но в конечном итоге все влезло я этому безумно рада и счастлива поэтому давайте как раз таки перейдем сейчас к разговору о доме а точнее о семье которую я себе в ходе строительства уже продумала потому что как я уже и сказала изначально идеи строить дом для отца и одиночки не было она пришла в ходе строительства причем очень спонтанно как-то знаете у меня чаще всего так бывает либо идея нет совсем либо она приходит максимально спонтанно и прям вот в точку начинает мне нравится так вот по поводу истории дом отца одиночки но не простого отца одиночки вообще это была полная семья нормальная мама папа и их сын подросток но сейчас он уже подросток до этого он был ребенком но случилось такое не очень приятное событие где-то около полугода назад в этой семье мать к сожалению погибла и ушла из жизни и сын с отцом остались одни жить в этом доме в том в котором они жили все вместе с семьей конечно же есть еще бабушки дедушки и со стороны матери со стороны отца и у парня подростка получается понятно что семья все равно конечно потеряла по большому счету прям вот сердце да если можно так назвать потому что вообще семья была очень дружная очень активная и самый ребенок был очень послушным мальчик и в целом очень хорошая семья с приличными родителями мальчика хорошо воспитывали и как-то все жили знаете в дружбе в хороших отношениях в каких-то вот мы просто прекрасная семья практически идеал наверное не знаю которому нужно стремиться на общем хорошая семья но к сожалению и в такую семью может прийти горе и к сожалению мать умерла я думаю что ее примерно либо сбила машина либо это была автокатастрофа что-то типа того но вот у меня почему-то такие мысли пришли в голову возможно она возвращалась из какой-то дальней поездки и вот на трассе произошла трагедия и к сожалению выкарабкаться ей не удалось хотя я думаю врачи пытались и боролись за ее жизнь всеми силами и я думаю она некоторое время провела в коме но потом к сожалению все таки ушла из жизни и конечно же не муж не сын не смогли с этим смириться по факту потому что для мужа это огромная потеря и для сына в том числе тоже и кстати вот на сыне это сказалось больше чем на мужа потому что все таки взрослому человеку наверное проще собраться с мыслями как-то пережить как-то переключиться заставить себя жить ради ребенка опять же то вот у ребенка в этом плане получилось сложнее как я уже сказала трагедия произошла где-то около полугода назад может чуть чуть больше но года еще нет так вот сын он является сейчас подростком учиться в старшей школе и он вообще не смог на данный момент времени прийти в себя и как-то переосмыслить свою жизнь без матери и до сих пор вот чувствует себя очень очень плохо и на самом деле жизнь в целом сильно изменилась у этой семьи потому что как я уже и сказала до этого семья была дружная парень хорошо учился его во первых очень хорошо воспитали и заложили какие-то хорошие качества в него и в целом он прям был успешно преуспевал и в учебе и в спорте и в каких-то дополнительных занятиях и успевал гулять тусоваться но при этом был максимально приличным всегда старался помогать родителям в частности маме очень сильно он старался помогать он ее очень любил точно так же как и она его у них была крепкая связь но после ее уходы мальчик просто не смог прийти в себя может быть когда-нибудь ему это удастся я очень надеюсь но сейчас он находится на такой очень сложной стадии отец не в силах с ним справиться даже несмотря на то что к с отцом тоже очень доверительные отношения и они в целом прекрасно общаются можно даже сказать что они отчасти общаются как друзья очень хорошие крепкие но все равно отец не может пока скажем так привести сына в чувства и естественно сын пошел в полный разнос он перестал нормально учиться это наверное первое на чем сказалось вот эта ситуация эта трагедия конечно учеба пошла немножко под откос если с учебой все понятно в принципе ну если у него были до этого четверки пятерки стали тройки не так страшно честное слово я думаю учителя тоже не звери и они знают прекрасно а трагедии произошедшие в этой семье может быть они к нему более снисходительны стали но я думаю сейчас это уже ситуация изменилась если первые там пару месяцев они понимали прекрасно и могли войти в положение что до ребенку тяжело то сейчас уже конечно наверное вряд ли кто-то входит в его положение наверное все уже считают что можно было бы наверное уже как-то и смириться понятно что ребенку это не объяснишь но вот учителя я думаю уже начинают к нему потихоньку придираться оценки становятся все хуже и хуже мальчик начал забивать на учебу конкретно помимо этого он еще занимается спортом он занимается американским футболом состоит в команде школьной и если раньше ему это очень нравилось он с удовольствием ходил на каждые тренировки на все соревнования то сейчас он делает это ну дай бог раз в месяц появляется на тренировке просто потому что нужно появиться чтобы хотя бы не выгнали и мне кажется он делает этот просто потому что отец его пинает и чуть ли не за руку туда тащит чтобы он хоть как-то развеялся но в общем тренировки в футбольной команде тоже естественно идут под откос он перестал ездить на соревнования команда в принципе начала скажем так относиться к нему не очень хорошо за счет того что он очень много пропускает тренировок ему пришлось найти замену то есть он сейчас знаете как бы на последнем волоске если еще также продолжать то и я думаю его просто выберут из команды и поставят на его место другого персонажа я не знаю как сложится его судьба но в целом пока все идет вот так как я описываю помимо того что он был занят учебой и своей футбольной деятельностью он еще любитель поиграть в видеоигры принципе вот эта любовь к видеоиграм у него до сих пор осталось и он периодически играет но все равно играет не так как раньше крайне редко сидит за компьютером хотя у него все для этого есть у него прекрасное шикарное рабочее место и игровой стол игровой компьютер и по сути вот тебе все пожалуйста сиди играй как-то отключай голову переключайся расслабляйся но нет не может вот он в грусти в печали в тоске и в полнейшей апатии к жизни ко всем в округе поэтому у него собственно и еще одно хобби пошло по сути под откос хотя вообще изначально вот это вот хобби видеоигр должно было перерасти у него наверное в какую-то стримерскую деятельность потому что с дополнением пришла такая возможность стримить на sims тубе тип того это как подработка как доп заработок для подростков это очень прикольная вещица но вот к сожалению я думаю сейчас у него уже точно ничего не сложится потому что с таким отношением к этому с полнейшей апатией вот такая вот ситуация и я думаю что сейчас он за это точно браться не собирается по крайней мере в ближайшее время но и естественно все какие-то друзья которые у него были в школе и за ее пределами постепенно начинают отдаляться точнее скорее он начинает от них отдаляться потому что у него нет желания ходить на прогулки куда-то на какие-то тусовки просто с кем-то общаться заводить новые знакомства может быть отношения еще что-то короче парень просто в ауте в полнейшем прям как я сейчас но я-то после отпуска а вот он после трагедии но в итоге все его хобби все его увлечения то чем он жил как его воспитывали по сути сейчас все это какой-то прострации и он не может прийти в себя до сих пор отец пытается на него повлиять и вроде бы как бы что-то где-то иногда получается но вот иногда выпутнуть его на тренировке по футболу окей там раз в пятилетку хорошо он может сходить иногда он может посидеть поиграть за компьютером в игры хорошо может быть иногда может после школы ненадолго прогуляться с друзьями но это вот так мало что если ребенок сам по сути не захочет выбраться из этого всего он я думаю так и останется в этом состоянии на очень-очень долгие годы я надеюсь что ему удастся выйти из этого состояния полной апатии и ничего не хотения я не знаю как сложится история этого персонажа в вашей игре если вам понравилась такая модель такая история если вы возьмете за основу то можете поиграть и отыграть для себя продолжение да у кого-то может быть сложится все хорошо и он придет в себя у кого-то не очень и пойдет еще больше по наклонной короче можете поделиться вариантами развития сюжетом для этой семьи в комментариях будет очень интересно почитать потому что у меня сложилась примерно такая картинка конечно отец сейчас пытается сделать все возможное для того чтобы сын пришел в себя пытается вот влечь чем-то знаете сходить на кунти мероприятие то билеты на какой-нибудь концерт купит притащит то какую-нибудь шмотку ему крутую урвет и вот он пытается его как бы вытянуть но не всегда получается хорошо но я думаю что рано или поздно парень все должен прийти в себя он уже не маленький мальчик он подросток и у него полно друзей у него полно одноклассников которые кстати тоже пытаются всяческим образом его поддерживать хоть и не все какие-то друзья наверное просто отвернулись и сказали но не хочешь общаться и не общайся но есть и те друзья которые вот прям настоящие хорошие честные которые пытаются всеми силами тоже его как-то отвлечь куда-то постоянно его зовут на какие-то тусовки может быть общаются с отцом и спрашивают ну типа ну как он там ну что может быть его туда вот вытащить сюда вытащить в общем как-то всеми силами пытаются также у парня есть еще бабушки-дедушки с обеих сторон те тоже конечно прикладывают усилия и понимают насколько ребенку тяжело хотя им тоже тяжело это большая потеря для всей семьи но все же как я уже и сказала вначале взрослым наверное проще именно вот собраться с мыслями потому что они понимают что у них есть работа и дела дом быт и все прочее нет времени просто сидеть и ничего не делать иначе все точно пойдет под откос нужно уметь продолжать жить дальше то ребенку вряд ли такое объяснишь хотя может быть некоторым и можно но не в этом случае в общем вся семья сейчас просто борется за получается парня подростка до чтобы он просто продолжал нормально жить а не существовать и чтобы ему начало опять нравится то чем он занимался до трагедии в общем то как так живут сам по себе домик я вообще изначально не планировал для такой семьи и естественно когда только начинала строить я начинала его сразу делать уютным таком такими знаете семейным но потом в процессе пришла идея сделать вот такой дом менять уже ничего мне не захотелось я подумала что будет очень классно оставить все так как было при полной семье то есть была мама был отец был сын мама следила за уютом в доме естественно она тоже работала но при этом все было дома чистенько уютненько всегда была вкусная еда и все прочее я думаю что семья в том положении в котором она сейчас осталась они просто не захотели ничего менять да понятно что может быть здесь стало чуть-чуть грязнее стало чуть чуть больше хлам который раньше убирала мама сейчас его убирать некому Ну, в общем, отец не особо успевает, он много работает, потому что нужно же потянуть и дом по оплате счетов, и ребенку своему что-то дать, и в целом на какие-то обеды, на карманные расходы и прочие вещи, поэтому ему приходится чуть больше работать, чем он работал до этого. Я думаю, сейчас он работает на двух работах, предположительно, еще успевает подрабатывать учителем на замене в старшей школе, возможно, отец является врачом, но при этом еще на замене может преподавать какую-нибудь биологию или химию, потому что, в принципе, он с этими предметами знаком, и я думаю, что может где-то подрабатывать, если, знаете, учитель какой-то заболел, либо там еще какие-то трудности, то он может выходить на замену, это как доп. заработок, деньги хоть и небольшие, но все-таки пригождаются в быту, в жизни хоть чуть-чуть, но сверху лишних денег никогда не бывает. Поэтому отец из всех сил старается, работает, и времени на уборку не всегда остается, поэтому дом немножко подзахламился, знаете, какими-то вещицами, которых раньше, возможно, здесь не было. Но в целом, по уютности он остался таким же прекрасным, милым. Я старалась сделать какие-то такие очень светлые расцветки в доме, голубой, розовый, персиковый, зеленый, такие очень приятные глазу, потому что мне хотелось, чтобы здесь было ощущение того, что это была полная семья, здесь была хозяйка, которая следила за красотой и уютом. Да, сейчас ее не стало, но все же мужчины решили ничего не менять, все осталось на своих местах, как было при матери и жене. В общем, вот так. Что теперь касается самого дома. На первом этаже я расположила основные зоны, такие как коридор, кухня, гостиная, столовая, небольшое рабочее пространство, совмещенное с гостиной, и ванную комнату-прачечную. В целом дом получился довольно просторным, места здесь не так уж и мало, как может показаться на первый взгляд. Персонажи везде проходят, везде садятся, это очень важно, потому что дом все-таки не очень большой, но места в нем хватает для того, чтобы персонажи подошли к каждому предмету и смогли им воспользоваться. А вот уже на втором этаже расположились две спальни, одна из которых родительская, но сейчас отцовская, да, и спальня от парня-подростка, как раз-таки его личная комната такая очень, знаете, ну прям типично подростковая, с геймерским столом, с какими-то светодиодными светяшками, с какими-то такими вещами, которые могли бы подойти парню-подростку, который находится в таком состоянии апатии, что ли, сейчас на данный момент, но при этом там очень много всяких флажков, всяких призов, кубков, которые он смог выиграть за всю, как бы, свою жизнь, да, с момента, как он начал заниматься спортом и всем остальным. В общем, у него там много всего интересного, конечно, сейчас в комнате грязновато, где-то валяются вещи, но в целом я осталась очень довольна этой комнатой, она получилась очень уютная, такая пацанская, хотя я старалась, конечно, по цветам не выбирать что-то такое, знаете, слишком темное, но получилось все равно как-то темновато, какие-то темные шторы, темный стол, и все как-то, знаете, так одно за другое зацепился, и комната с белыми обоями стала резко какой-то довольно такой пацанской, хотя изначально вообще, в принципе, даже не думала, что из этого получится, но получилось что-то очень буртуальное, отчасти мне это очень нравится поэтому я осталась безумно довольна именно комнатой парня подростка напишите какая комната понравилась вам больше всего в этом доме либо парня либо комната отца либо какие-то общие зоны кухни столовая гостиная напишите в комментариях мне интересно знать ваше мнение комнате же отца осталось все так же как и было при его жене то есть остался ее туалетный столик какие-то вещи остались стоять на своих местах и в целом комната кстати родительская получилась очень просторная очень светленькая там минимум мебели мне не хотелось ее перегружать как-то каким-то дополнительным декором все знаете так очень просто и со вкусом я такое очень люблю если пацанская комната она прямо захламленная там куча каких-то непонятных книг постеров светодиодных лент там в общем всякого хлама полно то в родительской спальне полный минимализм я бы даже сказала там мебели реально по минимуму ну и на втором этаже расположились еще две ванной комнаты на каждую спальню своя ванная комната да они как бы не располагаются сразу из комнаты то есть нельзя в ванной комнаты попасть сразу из каждой спальни я решила сделать их как бы отдельно стоящими ног по крайней мере у каждой спальни есть своя ванная комната лично это очень прикольно с утра не надо ждать пока отец или сын там по очереди сходит в туалет а вы просто отправляете их в разные ванные комнаты и всю жизнь удалась как говорится поэтому до ванной комнаты на втором этаже 2 и на первом тоже еще одна совмещенная с праздничной я об этом тоже уже сказала в целом мне кажется для этого дома многовато ванных комнат хватило бы и 2 1 на втором 1 на первом но место оставалось и я подумала почему бы нет больше не меньше в целом ванной комнаты это не лишнее скажем тогда не всегда нужны то просто когда персонажи на втором этаже тусуются не хочется каждый раз спускаться на первый чтобы сходить в туалет это вот гипер неудобно а когда ванных комнат больше чем нужно так даже наверное проще можно из каждого угла дома подойти и сходить по своим нуждам в целом вроде бы рассказала про семью про ее историю и про домик все что хотела кстати что касается территории вокруг дома то ее практически не осталось никакого заднего дворика никаких веранд ничего прочего здесь нет потому что вместо хватило только под деревья чтобы как-то знаете с окружающей средой все это дело слилось у дома есть небольшая веранда с лицевой стороны дома там стоят цветы какие-то креселки и все это все что вот осталось после жены и матери да будем так называть то есть все эти цветы все 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 естественно отец старается все это дело поливать хотя бы минимально ухаживать я думаю тут больше бабушки ходит что-то поливают прибираются потому что мужикам не до этого честно один до хрена работает а второй просто в апатии и естественно ему не до уборки я думаю что там бабушки ходят прибираются и помогают мужчинам по дому с готовкой с уборкой с поливом цветочков и совсем прочим вот я думаю как то так сейчас живет эта семья вот но в целом всем нормально естественно никто не против ходить и помогать все все прекрасно понимают и я думаю что со временем возможно эта ситуация изменится может быть этот дом как-то поменяется со временем может быть отец захочет сделать в нем какую-то перестановку либо ремонт может быть захочется как-то избавиться от навязчивых воспоминаний о жене не знаю посмотрим в любом случае мне очень понравилась такая модель семьи я кстати крайне редко строю что-то для отцов-одиночек и вообще в принципе для семей с парнями и вы мне в комментариях часто пишите и говорите что давай побольше чего-то вот такого для подростков парней для детей парней потому что для девочки строю часто потому что она сама девочкой как бы имею представление как и что то с парнями сложнее конечно но в этот раз все получилось очень классно хорошо я в целом довольно легко справилась с этим домом хотя у меня не было четкого представления как это должно выглядеть в конечном итоге но я осталась им безумно довольна практически каждой комнатой каждым уголочком вообще все смогла проработать и всем осталось довольна надеюсь вам тоже понравился этот домик зашел вам вы его обязательно скачаете скачать сможете по ссылке в описании на пусть и не забывайте об этом поиграете в нем и может быть у вас получится более прекрасная история у этой семьи точнее ее развитие как я уже сказала можете написать в комментариях свои идеи развития этой истории дальше может быть и вы что-то поменяете в этом доме под себя но я осталась им полностью довольна единственное что он получился довольно светлым и такими знаете более морским что ли потому что я его покрасила в такой голубенький цвет и внутри в помещении очень много голубого цвета оттенков такой знаете но мне захотелось почему потому что домик стоит прямо практически возле воды я подумала блин а классно смотрится и это была первая раскраска которую я примерила на дом голубенькая такая и тогда точно это она и даже не захотела ее больше менять сразу ее оставила я конечно попробовала там покрутить повертеть с цветом на темные оттенки мне вообще не понравились а вот голубой прям смотрелся классно и я решил его оставить хотя знаете светлые оттенки для лицевой отделки домов я стараюсь использовать где-нибудь в сулане в бриндолтон бэй потому что там как-то просится то здесь я не видел изначально светлых оттенков на домах но потом когда примерила мне понравилось я подумала блин а классно смотрится почему бы не сделать и в целом дом получился очень светлым отчасти может быть знаете такой морской тематикой но совсем чуть-чуть вот прям буквально чуть-чуть чуть-чуть старалась кстати очень сильно миксовать цвета и розовые персиковые голубые зеленые и бежевые и белые какие-то коричневые короче тут полная память у меня не было определенной цели сделать какой-то стильный дом мне просто хотелось сделать уютно я этого вполне добилась меня вполне устраивает то что получилось как я уже и сказала осталось довольно практически каждым помещением можете написать в комментариях какой домик вы бы хотели видеть еще для коппердейла потому что изначально вообще идея была после возвращения с отпуска построить какой-то семейный большой хороший дом взять и хороший большой участок но вот видите не сложилось не получилось не успевала я поэтому решила взяться за маленький участок так что пишите чего бы вы хотели видеть на больших участках в данном городе каких домов для каких семьей может быть у вас есть какие-то истории прямо модели семей под которые вы бы хотели видеть дом поэтому пишите все свои идеи в комментариях я буду все обязательно читать и брать себе на заметку потому что у меня кстати проблема не большая с картинками на пинтерест именно для этого городка я не до конца могу понимать какой стиль я хочу еще потому что у меня там полная каша-малаша и вообще у меня есть одна очень навязчивая идея от которой я пока не могу избавиться но не буду пока говорить потому что не факт что ее воплощу может быть когда-нибудь позже потому что сейчас пока конечно не до нее но в общем есть у меня одна идейка навязчивая по одной переделки ну ладно ну короче говоря с капердейлом пока немножко сложновато именно по поводу стиле города я посмотрела на стиль от разработчиков и остался мне очень довольна мне хотелось бы чего-то своего напишите чего бы вы хотели видеть в каком стиле в этом городе мне представляется обычный типичные американские ничего больше в голову и не лезет потому что делать здесь какие-то изощрение по поводу стилей мне не хочется потому что гордочек такой знаете более провинциальный более простой и смотрится именно хорошо в американском стиле и мне кажется так и нужно его застраивать напишите свое мнение на этот счет согласно вы с этим или не согласны может быть у кого-то есть идея получше то обязательно поделитесь я буду безумно благодарна потому что все картинки которые у меня пока что есть на пинтерости для этого городка исключительно в американском стиле как и этот домик кстати в принципе ничего удивительного наверное да единственное что вот под американский стиль не подходит моя первая постройка по этому дополнению она у меня пока что вообще не вписывается я вообще не знаю чем я думала когда строила первый дом по этому дополнению если вдруг кстати кто-то еще не видел то я вам дам ссылку в правом верхнем углу обязательно посмотрите в целом по ходу ролика я думаю я где-нибудь там наоставляю наоставляла уже потому что мы подходим к концу там по ходу в видоса я натыкаю вам подсказок в целом на постройки по этому городу если что помотайте и посмотрите либо просто перейдите на канал и посмотрите все последние видосы по данному дополнению и по строительству в новом городке пока на данный момент их 4 но минус один дом первый потому что он как-то не удался лично по моему мнению вы конечно можете его скачать по ссылке в описании под видосом и поиграть и поставить но мне он четко как-то не очень зашел и в целом многие согласились со мной что на том участке на котором я его построила действительно немножечко не в тему и бабалти кафе смотрится там гораздо круче но вот сейчас проблем куда его пристроить и вообще надо ли его куда-то пристраивать я знаете я сама себе умею создавать проблемы сама создав проблему и потом сама начинаю думать и как ее решить ну короче вот вот такая я по жизни поэтому сейчас у меня некоторые проблемы с этим городом пока что имеется может быть у кого-то есть какие-то интересные картинки которые вам понравились вы можете покидать мне в группу вконтакте либо под постом об этом видео прямо в комментарии либо в обсуждении ваши вопросы просто пометьте что это для нового городка капердейла идеи для строительства либо в личку если вы есть если я есть у вас в друзьях а вы у меня в общем как-нибудь сюда можно найти способ если у кого-то есть интересные крутые картинки потому что у меня пока с ними немножечко напряг у меня очень много картинок для старшей школы было сохранено и я по сей день кстати и зачем сохраняю просто потому что мне нравится черта возьми не знаю в общем поэтому а с домами как-то такое как-то не знаю не все мне нравится и как будто бы не все я вижу в этом городе он такой знаете довольно интересный что ли хотя изначально я сказала что ночь похож на гранит фолс но нет я ошибалась он ни капли не похож на гранит фолс может быть какими-то маленькими деталями но в целом вайп у него абсолютно другой какой-то более городской что ли потому что гранит фолс это просто лес то здесь есть постройки дома тропинки парки и все прочее какие-то развлекаловки кафешки и все прочее поэтому конечно он не производит впечатление просто лесного городка он все-таки городок городок хоть и провинциальный маленький небольшой но все-таки городок с стройками с жизнью да я думаю как-то так поэтому с ним конечно немножко не складуха пока что я кстати всегда испытываю проблемы с новыми городами у меня сразу паника так надо искать что-то новое то что у меня есть мне не подходит все надо срочно искать что-то новое с одной стороны это безумно приятный процесс а с другой стороны думаешь боже мой ну вот блин как-то бы само собой все нашлось а я бы просто это все потом построил и этим вдохновилась конечно процесс поиска картинок для вдохновения это довольно сложная тема потому что я ничего специально не ищу в основном да то есть как бы не вбиваю в поисковик какие-то конкретные вещи иногда конечно приходится когда совсем 0 тогда конечно приходится прибегать к поиску но так вообще мне пинтер сам чаще всего подкидывает интересные картинки за которые я реально могу зацепиться то есть у него же есть какие-то алгоритмы по которым он понимает что мне интересно а что нет и вот он мне как бы подкидывает постоянно какие-то интересные картинки макеты домов кита планы и все прочее и вот я их как-то так сохраняю если они мне нравятся я их просто сохраняю в какую-то определенную папку по городам об этом я уже тоже рассказывала о своей сортировке на пинтер с моментом вообще кладезь всего интересного на самом деле и вот и надо бы кстати в общий доступ в общей папке тоже что-то подобавлять потому что у меня основная часть моих папок они закрыты они конфиденциальные только для меня но есть еще у меня на пинтер сети открытые доски которые вы тоже можете также просмотреть ссылка есть если что в описании если кому-то интересно там есть сохраненные пины но там их не очень много но я думаю в ближайшее время может быть доски пополнится новыми интересными идеями потому что надо бы этим наверное заняться в общем вроде бы наболтала и рассказала вам все что хотела конечно мне есть еще много-много всяких мыслей о том о чем можно еще поговорить но я думаю успеем еще в следующих строительствах пишите не забывайте писать в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть для кэпердейла на каких участках каких размерах и для каких семей буду с удовольствием все читать и вдохновляться вашими идеями и вашими интересными историями на этом я буду заканчивать с вами прощаться но конечно же прежде чем уйти и закрыть данное видео не забывай подписаться на канал и нажать на колокольчик для того чтобы не пропускать новых интересных роликов также не забывай опускаться в описании и чекать все ссылки на социальные сети в том числе на группу вконтакте обязательно вступайте не забывайте потому что там помимо оповещений о стримах и новых видео есть еще посты с персонажами которых делают мои девочки модераторы да вы с ними уже я думаю многие знакомы какие-то интересные закадровые скриншот из династии может быть еще что-то будет там появляться но так знаете я по желанию туда что-то пощу то есть если персонажи выходят регулярно то все остальное как бы есть время сделать сделаю нет времени значит откладывается типа того в любом случае в группе есть жизнь так что подписывайтесь не пропускайте этот шаг ну а также если тебе не сложно то можешь поделиться этим роликом со своими друзьями для того чтобы новые зрители узнавали о канале но на этом у меня на сегодня все я всех благодарю за просмотр всем до скорых встреч и всем пока пока увидимся с вами в новых роликах и на новых стримах а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok